Здравствуйте, друзья! 1 февраля, город Каменск-Уральский, Свердловская область. В сегодняшнем ролике я хочу показать вам сорта и гибриды сладкого перца, которые я планирую выращивать в сезоне 23 года. Также озвучу оптимальные для меня сроки посева сладкого перца. Сеять я буду в два этапа, я ежегодно сею в два этапа. И вот начну с первой партии семян, которые я планирую посеять 4 февраля. Почему так рано, 4 февраля? Потому что здесь либо среднеспелые сорта и гибриды будут посеяны, либо высокорослые. Я всем рекомендую среднеспелые, либо среднеранние и высокорослые перцы сладкие высевать. Вот где-то до 5-6 февраля. Что же у нас тут за сорта и гибриды? Буду озвучивать, описание не буду говорить, но буду озвучивать, какие сорта и гибриды в данный момент есть у нас в нашем городском магазине. Сорт Дамира в скобках Рамира. Раньше он назывался Рамира, сейчас его почему-то стали так писать. И когда мы видим название в скобочках, это говорит о том, что он буквально может год-два и уже эти скобки уберут и останется название только Дамира. Я буду выращивать как красный, так и желтый. Желтые у меня, мне девочки прислали. Подписчица Ирина Коткова в частности. Вообще хочу всем сказать огромное спасибо, кто присылает мне свои сорта, кто делится сортами и перца, и томатов, и вообще любых культур. Сердечно, девочки, вам спасибо. Дамира это вообще перец Дамира, Рамира, кто как его сейчас называет. Он высокорослый и его я, конечно, обязательно формирую. У меня, несмотря на то, что я выращиваю высокорослые перцы, но у меня нет такого, чтобы в теплице высота растений достигала, допустим, метр восемьдесят, два метра. Так как у нас достаточно короткое лето в Свердловской области, и нет смысла их выращивать перцы вот в такой высоте. Поэтому обязательно формирую в рассадный период. И у меня перцы высотой достигают максимум полтора метра. Это максимальная высота. И то, по-моему, один или два у меня только сорта такой высоты достигают. Вообще, в основном, они у меня все высокорослые, не выше, чем метр сорок вырастают в теплице. Вот. Ну, что? Этот перец есть. Семена этого перца есть у нас в продаже в данный момент в магазине. Лида Ламуио. Я так думаю, что этот сорт я буду тестировать. Я вообще выращивала Ламуио от Партнер. Но там стояло F1 на пакете. То есть, указан он был как гибрид. Я думаю, что все-таки это то же самое. Хочу протестировать. Ламуио от Партнер я выращивала на протяжении двух лет. Мне очень этот перец нравился. Есть у меня на канале ролики, где я показываю, какие плоды вырастают огромные. Их очень много на кусту. Вот. Хочу протестировать. Вот сейчас Лида Ламуио. Соберу обязательно с него семена. Так как это мощное растение, мы, конечно, его будем формировать в рассадный период. По формировке. Мне часто задают такой вопрос. Как вы формируете. Я обязательно это вам покажу. Формировать перец, который я сейчас посею, вот 4 февраля, мы будем не раньше марта месяца. Поэтому где-то в первых числах марта ориентировочно будет формировка перца. Поэтому обязательно сниму и покажу. Есть там небольшие тонкости. Казалось бы тоже, что все это так легко и просто. Оно действительно все легко и просто формировать. Но там нужно учесть одну небольшую тонкость. Об этом я вам расскажу уже, когда буду формировать. Будулай. Этот гибрид я буду тестировать. Неоднозначные вообще отзывы об этом. В гибриде кто-то его хвалит, кто-то не хвалит. Но я хочу его сама протестировать. Так как высота растения здесь не указана, я буду сеять в первых числах. Вот 4 февраля конкретно у меня будет посев. Дальше. Риалта и Помпео. Мы прям их вот так вот с вами рядышком положим. Исключительные гибриды. И тот и другой. Абсолютно одинаковые по высоте, по форме куста. Единственная разница в цвете. И плоды одинаковой массы. Есть в продаже Риалта. Сейчас Помпео нет уже в продаже. Перца Будулай, семян тоже нет. В продаже Риалта есть. Рекомендую 100% конечно эти гибриды. От них я не откажусь никогда. То есть они уже у меня на протяжении 2 лет я их выращивала. И конечно они у меня останутся навсегда. Я их буду ежегодно выращивать. Вот. Обязательно формирую. Эти 2 гибрида обязательно в рассадный период формирую. Их можно не формировать. Тогда они у вас достигнут высоты где-то полтора метра в теплице. Но у меня они вырастают метр двадцать, метр тридцать с формировкой. Следующий гибрид Монтеро. Обязательно его нужно формировать. Если же у вас теплица большая, вы можете не формировать. И если осень у вас такая, достаточно длительный период времени и тепло. Если не замерзает у вас в теплице растения, не замерзают осенью, то можно конечно и без формировки обойтись. Но вот для Свердловской области его конечно нужно формировать обязательно. Исключительный перец. Если мы его сформируем, высота будет где-то полтора метра максимум. Если не будем формировать, он вырастет два метра и выше. И фавилла. Вот этот. Да, Монтеро есть сейчас в продаже. Фавилла нет. Перца в продаже семян. Этот гибрид я буду тестировать. Он среднего срока созревания. Невысокий. 60-70 сантиметров высота. Но среднего срока созревания. Поэтому вот ранний посев. Также еще 4 февраля я посею перец Леся всех цветов. У меня в этом году все цвета. Так, Леся, вот он у меня. Так, я собирала свои семена. Красный Леся. И также девочки мне прислали Леся желтая, Леся оранжевая. То есть у меня в этом сезоне будет 3 цвета Леси. Так, дальше. Дальше, значит, у нас... Да, и еще я собрала из гибридов. Это Помпео. Свои F2 уже у меня будут. Аристотель F2. И Хаски F2. Вот эти я хочу протестировать. Сеять я их буду. Так, Аристотель. Помпео я посею 4 числа, а Аристотель и Хаски позднее. Они потому что очень ранние. Вот. Что же я буду сеять во второй партии посева? Это у меня будет ориентировочно с 11 по 15 февраля. Но я думаю, что даже по 13 февраля. Это, конечно, более ранние. Да, и еще я забыла. 4 числа я еще посею семена перца тоже, которые мне прислали девочки-подписчицы. Это манганжи киота, апельсиновый язык и апельсиновый багет. Их также нужно будет формировать. Поэтому, ну вот они в таких же вот, в этих, видите, в зип-пакетиках. Поэтому я их не показываю. Так, что я буду сеять с 11 по 13, скорее всего, февраля? Это, конечно, низкорослые, суперранние сорта и гибриды. Это гибрид хаски. Вот в очередной раз хочу сказать, кто смотрит меня впервые, это очень красивые плоды. Совсем не такие, как на пакете. Они имеют и в биологической спелости красивый цвет такой, я бы сказала, даже не светло-салатовый, а с каким-то еще, наверное, лимонным немного оттенком. Но очень красивые. Не зря их даже F2 у меня, видите, сколько собрано семян с этого перца. Очень ранний, я его, конечно, рекомендую. Вот его я буду сеять во второй половине. Ну, даже не во второй половине, а вот где-то с 11 по 13 февраля. Также красный подснежник в эти сроки буду сеять. Это суперранний, ультраскороспелый, но я его буду тестировать. Я не знаю, в общем-то, отзывы только знаю от покупателей о том, что это перец хороший, но я его не выращивала. Красный подснежник, по-моему, есть сейчас в продаже. Вот как-то забыла. Аристотель есть сейчас в продаже, только не в пакетах от НС, а фасоид Агрос. Аристотель тоже у меня будут выращиваться и F2, и F1. Рекомендую всем, полураскидистое растение, невысокое, они ранние, поэтому немного сдвигаю посевы. Пломбир, это последний пакет у меня остался пломбира, его нет и не будет. И, конечно, я в этом сезоне планирую с него собрать семена. Следующий, текила, тут у меня тоже остатки 2 или 3 семечка осталось, тоже планирую собрать семена в этом году. Паприка сладкая, венгерская реликвия. Планирую осенью приготовить паприку, и вот как раз для паприки это вот лучший сорт перца. Очень ароматная получается паприка, и невысокие кустики, и раннеспелые довольно-таки. И также будут, есть в продаже, кстати, и также буду тестировать в этом году вот этот перец, любовное, фиолетовое любовное яблоко, фиолетовой окраски в технической спелости и ярко-красной в биологической спелости. Тоже буду с них в дальнейшем собирать семена. И еще один нашумевший сорт, который очень пользуется спросом. Фиолетовое яблоко есть в продаже, и поланечка чудо пока тоже есть в продаже. Вот буду тоже его тестировать. Из присланных мне, еще я буду из таких вот низкорослых, скороспелых, у меня будет еще оранжевый тюльпан и какой еще у меня, красный парус. Вот такие вот семена перца. Сортов, кажется, много, но я буду высаживать каких-то по одному растению, каких-то по два, и поэтому не так уж и много. Вот одна теплица, три на четыре и три мини-теплицы. В мини-теплицах будет выращиваться хаски, аристотель, текила, пломбир. Вот эти вот, вот эти вот четыре гибрида и леса. Вот они у меня будут в мини-парничках. Даже не мини-теплицы, а мини-парнички. Три мини-парничка, и вот там будут выращиваться вот эти вот. Плюс все, все цвета леси. Вот, что еще хочу сказать по острым перцам. Я уже закончила посев острых перцев. У меня все абсолютно взошло, все сорта и гибриды. За исключением, вот не посеяла еще двойное изобилие. Это супер ранний острый перец. Я его рекомендую всем. Его можно выращивать в комнатных условиях. Ну, просто шикарнейший перец. У меня, конечно, нет плодов этого перца. Но я могу показать на примере вот этого плода. Казалось бы, крупный. Это тоже острый перец. Крупные плоды, но двойное изобилие крупнее, чем этот перец. По длине он может быть такой же, чуть-чуть может быть подлиннее. Но по ширине он значительно крупнее, чем вот этот. Ну, вот примерно, наверное, вот так вот на сантиметр шире. Плоды исключительно вкусные. Полностью весь плод сладкий у двойного изобилия. И только вот здесь в области плодоножки. Здесь семена, конечно, острые. И вот где-то сантиметр вот этих стеночек тоже острые. Вот. А так вот это вот все. Это все абсолютно сладкий перец. Двойное изобилие. Так, ну, у меня я пакетик что-то не приготовила. Надо было приготовить, показать, как он выглядит. Есть семена двойного изобилия сейчас у нас в продаже. Ну, и я буду тестировать в этом сезоне. Я посею, наверное, два семечка, два растения. Буду выращивать F1 и два растения F2. Перцев острых у меня выращиваться в этом году будет значительно больше, чем сладких. Так как почему-то последнее время все больше и больше у нас уходит острых перцев. Поэтому я буду их выращивать как в теплице, так и хочу попробовать в ведрах вырастить на открытом грунте. И пару растений я оставлю как комнатные. То есть я буду выращивать их в ведрах. Это будет как раз один, наверное, двойное изобилие и один золотая оса. То есть чтобы был и красный, и желтый. Ну, все, друзья. На этом я буду заканчивать. Кто желает приобрести семена в нашем магазине, мы ждем вас. Семена есть в продаже. Запомните, что магазин называется Дача. Так как в здании два магазина садово-огородных. Наш магазин называется Дача. Находимся мы в центре здания. Адрес магазина и еще раз название я укажу в описании под роликом. Друзья, всем до новых встреч. Пока-пока.